здравствуйте меня зовут павел джилай и сегодня мы поговорим о весне а точнее о том почему несмотря на такую погоду состояние психологическое состояние может ухудшаться замечали вы за собой и может быть за близкими своими что несмотря на то что тепла стало больше больше света но при этом состояние как-то не настолько радужно как хотелось мы настолько долго этого ждали что когда это приходит в итоге мы можем испытывать какой-то упадок сил это связано с физиологией отчасти не все люди это переживает именно так у кого-то ресурса больше энергии больше может быть темперамент другой но есть также люди которые в какой-то момент когда много холода мало света они испытывают постоянное напряжение это в общем такое подавлено состояние и когда его много и может быть это подключают какие-то ситуации связаны семейными рабочими ситуациями это приводит к тому что нервная система истощается и вот казалось бы когда уже наступает весна силы покидают и в этот момент это нормальное состояние перехода иногда конечно это связано еще и с тем что внутреннее состояние и весеннее состояние природы она диссонирует то есть она не совпадает внутри так серенько а здесь так светло и это может тоже вызывать некоторое напряжение потому что раньше нам не нужно было никуда ходить потому что холодно а сейчас вроде нужно выйти на улицу может быть выйти в огород или съездить на дачу и вы обнаруживаете в этот момент что сил нет что же в этой ситуации делать если это не нарушает вашу жизнь не нарушает жизнедеятельность то есть вы нормально спите нормально едите то есть мог можете ходить на работу вы достаточно сосредоточены то есть все в порядке постепенно этого становится гораздо больше внимания нужно уделить в той ситуации если сил становится все меньше когда вы как будто погружаетесь в такое темное состояние в серое состояние когда вы не чувствуете прилив энергии и и становится все меньше и меньше есть некоторая тенденция к ухудшению в такой ситуации стоит не затягивать и обратиться к врачу психотерапевту как минимум для того чтобы проконсультироваться может быть он порекомендует вам какие-то вещи связаны с вашим режимом может быть понадобится лечение но это все индивидуально если мы говорим про собственное отношение к таким вещам очень важно не слушать голову а скорее слушать тело потому что голова очень часто диктует нам что нужно быстрее вот уже солнце нужно бежать нужно работать что-то делать прислушать к своему организму что вы можете делать во первых даже стоит расписать что вы да не должны делать что вы не можете не делать например вы не можете не ходить на работу это оставляем вы не можете не заниматься детьми это оставляем но есть какие-то дела которые затрачивают вашу энергию но при этом они не обязательны в таких ситуациях когда есть дефицит силы есть дефицит энергии попробуйте немножечко отложить это расставьте приоритеты и тогда вы увидите что ваши силы будут постепенно восстанавливаться вся проблема ведь в том что мы очень часто мы не слушаем сигнала которая тело подает когда не хватает сил мы не ложимся во время спать мы недостаточно питаемся это все влияет на наше энергетическое состояние поэтому помогите своему организму в этот переход независимо от того что этот переход от более холодной более теплой природе дайте себе возможность почувствовать себя и тогда ваша жизнь ваша энергия наладится а а а а а а